Здравствуйте! В эфире первого городского программа Место происшествия. Сегодня мы расскажем о самых главных происшествиях Калининграда и области за минувшие сутки. В студии Анна Николаевич. Смотрите сегодня в нашем выпуске. 48-летний рецидивист изнасиловал случайную прохожую. В Черняховске полиция раскрыла тяжкое преступление. Песчаные браконьеры попались в поличным. Полиция пресекла незаконную добычу полезных ископаемых. В Черняховске полиция раскрыла изнасилование. В центре города неизвестный мужчина напал на женщину и надругался. Оперативникам пришлось, не смыкая глаз, работать трое суток для того, чтобы вычислить подозреваемого. Незнакомец не оставил почти никаких следов. Не надо руки. Руки опусти. 48-летнего мужчину полицейские задержали далеко от места совершения преступления. По паспорту он должен был жить в Черняховске, а на самом деле проживал у своей новой супруги в поселке на берегу Балтийского моря. Когда на пороге дома появились оперативники, подозреваемый сразу понял, зачем они пришли. За что ты задержан? За изнасилование. Какое изнасилование? Когда это произошло? В 17 суток ночью. Поймал женщину на улице этого. Что? Советская. Советская. Затащил подъезд и изнасиловал ее. Нападение на 38-летнюю жительницу Черняховска произошло в полночь. Женщина решила на ночь глядя положить деньги на счет мобильного телефона. Утром к ней должны были приехать родственники и нужна была связь. На безлюдной улице она попалась на глаза случайному прохожему, который тоже вышел в магазин по нужде. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина. В ОМВД России по Черняховскому району поступило сообщение о том, что на улице Советской в городе Черняховске в доме 5 в подъезде была изнасилована гражданка. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Черняховскому району совместно с сотрудниками управления уголовного розыска был установлен и изобличен в совершении данного преступления ранее судимый гражданин, который был задержан на территории поселка Донское. И в ходе работы с ним он чистосердечно признался в содеянном преступлении. Одной из статей, по которым ранее отбывал наказание подозреваемый, было изнасилование. Выйдя из колонии, мужчина попытался завязать с криминальным прошлым. Устроился на работу, нашел спутницу жизни и уже даже справил свадьбу. Однако при виде одинокой прохожей на пустынной улице, что называется, сорвался. По результатам проверки, проведенной по заявлению местной жительницы, Черняховским межрайонным следственным отделом регионального управления Следственного комитета принято решение о возбуждении уголовного дела по статье изнасилования. Сейчас переданный сотрудниками полиции подозреваемый в совершении этого преступления задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. За изнасилование подозреваемому грозит очередной срок. Новая жизнь, которую мужчина хотел построить, оказалась разрушена всего за несколько минут. Потерпевшая уверенно опознала задержанным своего насильника, да и он сам дал признательные показания. Для того, чтобы вычислить нападавшего, оперативникам уголовного розыска пришлось потратить целых три дня. Над раскрытием этого преступления полицейские работали почти круглосуточно. Елена Кивенко, Анна Николаевич. Специально для места происшествия. В Гвардейском районе полиция пресекла незаконную добычу полезных ископаемых. В районе поселка Ровное оперативники задержали экскаватор и три грузовика, доверху наполненные песчаногравиной смесью. Оказалось, что группа предприимчивых местных жителей решила устроить торговлю строительными материалами, не имея на то никаких прав на разработку недр. Следственно, оперативная группа работает на месте задержания грузовиков с песком. Полицейские опрашивают водителей, которых оперативники поймали с поличным. В кузовах их машин сотрудники Управления экономической безопасности обнаружили так называемую пескогравинную смесь. Этот материал необходим на любой стройке, поэтому и пользуются популярностью. Где она работает? Ну вот там внутри, что у вас? У меня? Да. Груз. Что за груз? Из пункта в пункт В должен доставить. А что за груз? Песок. На черном рынке грузовик песка с нелегального карьера стоит 2000 рублей. Это, конечно, дешевле, чем у официального продавца, но и риск нарваться на штраф тоже велик. Так и произошло с этими водителями грузовиков. За перевозку незаконно добытого песка им придется заплатить государству деньги. Груз при этом у них полицейские изымут. А вот оператору-экскаватору грозит более серьезное наказание. Технику оперативники отгонят на штрафстоянку. Что здесь делали? Я на экскаваторе работал. На экскаваторе? Да. Что копали там? Песчаный гравильный связь. Так, а о том что копали? Бригадир. Бригадир? Да. А вы не знаете, что нельзя копать? Нет, я не знал. Вы когда работаете, вам какие-то там составляют договор или что-то еще? Вчера сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в МВД России по Калининградской области совместно с сотрудниками ДПС был проведен оперативно-профилактический рейд на территории Гвардейского района, где в поселке Ровное полицейские обнаружили участок, где злоумышленники с помощью экскаватора осуществляли незаконную добычу песчаной гравильной смеси. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о привлечении четырех жителей области к административной ответственности. Полицейские ежедневно проводят рейды по предотвращению незаконной добычи полезных ископаемых. Пресечение воровства песка сейчас особенно актуально. По всему региону намечается всплеск строек, и спрос на песчаногравийную смесь будет только возрастать. В МВД работает горячая линия по борьбе с незаконными карьерами. Если у вас есть информация о том, что где-то ведется нелегальная разработка, ее ждут по телефону доверия областного управления внутренних дел. Екатерина Степанова, Анна Николаевич, специально для места происшествия. Калининградский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, в отношении 38-летней женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения причинила телесные повреждения сотруднику транспортной полиции. В конце августа этого года на набережной реки Приголя сотрудниками транспортной полиции были задержаны двое мужчин, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые незаконно перевозили пассажиров водным транспортом. В то время, пока инспекторы составляли протокол, 38-летняя пассажирка в состоянии алкогольного опьянения начала грубить сотрудникам транспортной полиции. На неоднократные замечания она не реагировала, после чего нанесла полицейскому удар ногой в область коленного сустава. Женщину на пять суток поместили в камеру для административно задержанных лиц. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде. Проводятся следственные мероприятия. Теперь ей грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или арест на срок до 6 месяцев, либо же лишение свободы на срок до 5 лет. В Гусеве вынесен приговор двум наркоторговцам, мужчине и женщине, решившим поставить наркобизнес на широкую ногу. Это первое дело за всю историю области, где подсудимые в качестве сырья для изготовления наркотиков использовали пищевой мак с большим количеством примесей маковой соломы, которая является наркотическим средством. Представительница слабого пола отвечала за поставку сырья, а ее сообщник изготавливал из маковой соломы наркотическое средство и продавал его. Лабораторию по изготовлению опиатных наркотиков он устроил в собственной квартире. Очередной цикл по производству отравы закончился взрывом. За стенкой там находятся как раз кухня соседей. Один кран, один водопровод, вот он виден, через стенку проходит вода. Значит, вот здесь я открою, чтобы вам было лучше видно. Вот вы можете снять. Вот там, я не знаю, будет видно, вот их сток идет. Он идет непосредственно в нашу квартиру. И когда сливается ацетон, который они варят, вонь поднимается ужасно. Жительница Гусева Елена Петрова не устает благодарить наркополицейских. Женщина говорит, что только теперь может спокойно находиться на кухне. Химические реакции соседа за стенкой в итоге закончились взрывом. После пожара, когда приезжали ребята, я так поняла, что из наркоконтроля, они были в масках. Конечно, большое спасибо им, потому что тихо. В коде обыска в квартире химиколюбителя наркополицейские изъяли маковую солому, из которой изготавливалось наркотическое средство. Выяснилось, что поставкой сырья для наркотиков занималась местная жительница. Данные лица обвиняются в том, что они занимались незаконным испытом наркотических средств. Группа лиц по предварительному скорую. При этом их преступные роли были распределены следующим образом. Женщина, имея постоянный канал поставки наркотического средства, приобретала мак, расфасовывала его по килограмму и передавала для дальнейшей реализации мужчине. Мужчина же подыскивал лиц, поскольку он являлся наркозависимым, подыскивал клиентов из числа таких же наркозависимых лиц, и в дальнейшем передавал им для приобретения наркотического средства. Женщина и сама приторговывала маковой соломкой. Точка по продаже сырья для изготовления наркотиков располагалась прямо на городском рынке, где ей принадлежала палатка. При этом бизнес-леди, зная, что ее товар мягко говоря не совсем обычный, не выкладывала его на прилавок. Среди покупателей были только проверенные лица. Семена мака варились в растворителе. А кто продавал? Продавал, а затянул с рукой. И что, на рынок вы шли, да? Не за продуктами шли вы, да, на рынок? Ну, конечно, не за продуктами. А она понимала, с чем она торгует? Ну, она как бы, может, я догадываюсь, что она понимала. Потому что она только продавала, как при этом лицам. Наркополицейские впервые выявив факт продажи пищевого мака с высоким содержанием наркотического средства маковой соломы, предупреждали предпринимательницу об уголовной ответственности. Но жажда наживы и легких денег взяла верх и заставила женщину продолжить свою преступную деятельность. В ходе предварительного следствия она полностью признавала свою вину. Но на судебном заседании после смены адвоката заявила о своей невиновности. В ходе обыска жилища наркосбытчиков наркополицейские изъяли более 20 килограммов семян мака с примесью маковой соломы и деньги, вырученные от продажи наркотиков. Оба подсудимых признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Мужчина приговорен к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Женщина приведет в колонию общего режима 4 года. Приковор пока в законную силу не вступил. Светлана Федорова, Анна Николаевич. Специально для Местопроисшествия. И на этом все. Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, звоните к нам в редакцию по номеру 919-404 или пишите на наш электронный адрес канал 1собака.мейл.ру А мы напоминаем, что все выпуски программы Местопроисшествия вы можете посмотреть на нашем сайте 1городской.ру В студии была Анна Николаевич. Берегите себя и своих близких.